День 7 ноября В этом видео я хотел бы еще раз вспомнить о чем же говорилось на той самой последней конференции. Кстати, обратите внимание, что поскольку она последняя, у нее больше всего просмотров. Например, здесь видно, что YouTube показывает 186 тысяч просмотров. Это намного больше, чем все предыдущие ролики. Это видно. И поэтому достаточно интересно еще раз вспомнить о чем же говорилось на этой конференции, какие планы озвучивались, какие обещания давались и что из этого конкретно было выполнено. Хочу сразу обратить ваше внимание, что когда проводились предыдущие конференции в июне, в мае, июне, в августе 2017 года, то обратите внимание, что эти конференции одновременно велись на нескольких языках. То есть сразу же делался синхронный перевод на разные языки. Например, здесь вот видно перевод на русский язык, немецкий язык, английский язык. По-моему, где-то я видел еще польский. Да, вот здесь вот польский язык попадался. То есть компания в течение лета заморачивалась еще и над тем, чтобы перевести информацию на разные языки, чтобы партнерам было понятно. Последняя же конференция, как видите, ни на какие другие языки не переводилась, а, собственно, информация давалась только на английском. Ни русского, ни немецкого, ни каких-то других языков уже не было. Это уже говорит об отношении. То есть компания, которая привлекла огромные суммы в свое управление и, как утверждают до сих пор верующие в компанию, что это супер-пупер успешная компания, у которой там миллиарды, миллиардов долларов, да, компания не захотела даже какие-то там несчастные несколько сотен долларов потратить на то, чтобы организовать синхронный перевод на разные языки. То есть посчитали, что мы вот вам информацию дадим на английском, а дальше как хотите. Собственно, как раз в ноябре 2017 года я сделал перевод этого вебинара на русский язык. И, по-моему, я единственный, кто заморочился с переводом на русский. Сама компания даже и не почесалась. Но, в любом случае, думаю, будет интересно еще раз вспомнить, о чем же там говорилось и какие обещания давались. Итак, я открыл запись конференции. Вот дата 7 ноября 2017 года. И здесь можно увидеть, что первые 20 минут конференции – это выступления различных лидеров, это нарезка приветствий, видеороликов с разных мероприятий компании и так далее, и так далее. Поздравления. Ну, в общем, ничего особо содержательного здесь нет. И находим 20 минуту, потому что именно с 20 минуты начинается содержательная часть, непосредственно само выступление. Итак, вот господин Гелобер тут появляется, как он выступал. Так, ищем 20 минуту. И на 20 минуте инвесторы компании Агам, партнеры Квестер Уорлд, увидели некоего незнакомого господина, о котором они раньше не знали и его не видели. И в ходе его выступления он представится и расскажет о себе. Собственно, то, что он рассказывает, я перевел на русский и сейчас зачитаю в формате текста. Это будет и быстрее, и удобнее. Итак, я буду зачитывать перевод выступлений господина Субхана на русский и попутно буду вставлять свои комментарии. Сегодня должен был выступать Антонин Рабала, но ввиду проблем со здоровьем он вынужден был отменить рейс. Поэтому, к сожалению, он не будет выступать. Мистер Рабала должен был представить презентацию о продаже Агам новому владельцу Asia Trade. Планировалось, что я выступлю после мистера Рабала, но поскольку его сегодня не будет, буду выступать я. Поскольку большинство из вас видят меня в первый раз, расскажу немного о себе. Я из Кореи. Меня зовут Хэнк Субхан. Я владелец финансового холдинга Asia Trade Group Limited. Когда на презентации озвучивается название компании, всегда хочется зайти на официальный сайт и посмотреть. Так вот, если вы попробуете найти официальный сайт компании Asia Trade Group Limited, то у вас могут возникнуть проблемы. По крайней мере, я не смог найти официальный сайт такой компании. Точнее, компаний с таким названием или похожими названиями их много. Но обратите внимание, что на слайде нарисован прямо логотип компании. То есть на официальном сайте должен быть представлен логотип компании, не так ли? Так вот, попробуйте найти официальный сайт, чтобы там был вот такой логотип. Я такого сайта просто не нашел. Что само по себе уже достаточно странно. Причем я говорю про 2017 год, когда в ноябре 2017 года эта информация была озвучена. Естественно, уже тогда я попробовал найти официальный сайт, но безуспешно. Итак, читаем дальше. Мне 58 лет. Я гражданин Кореи, как я уже сказал ранее. Я живу и работаю во многих странах. Корея, Швейцария, Германия, Бельгия, Австрия, а также Австралия. Ну, в общем, такой международный дяденька. С 1986 года я работал и занимал руководящие должности в автомобильной промышленности. Мы создавали программное обеспечение для автомобильных компаний, Дэу, Шевролея. В 2002 году я был директором General Motors в Корее. За прошедшие годы я стал владельцем нескольких компаний, работающих в сфере производства автомобилей и IT-систем. С 2009 года я владелец холдинга, работающего на финансовых рынках и в сфере IT-технологий. Но здесь вот опять же, насколько эта информация правдивая, сказать трудно. Может быть и правдивая, может быть действительно в его послужном списке есть именно какие-то должности, менеджерские или руководящие в сфере производства автомобилей. Может быть, не могу сказать. Если кто-то знает, не знаю, китайский или корейский, и может пробить эту информацию, например, по Гонконгу или по Корее, ну попробуйте. Более подробно обо мне и моей компании я расскажу на следующей конференции. И вот здесь, ребята, сразу, как говорится, можно уже оценить вот это его высказывание. Господин Субхан заявляет, что якобы будет какая-то следующая конференция, где он расскажет о себе подробно. Ну и что? Но прошло три года, за три года, с 7 ноября 2017 года, не было ни одной официальной конференции от компании. То есть, то, что он здесь говорит, что якобы будет конференция, он будет там что-то детально рассказывать, что в итоге оказалось вранье, да? Как, в общем-то, практически все, что говорилось на вебинарах, на конференциях крупнейшей мировой компании. Достаточно вспомнить про Банк Агам. Помните, который к лету 2018 года, по расчетам господина Рабала, уже летом 2018 года, Банк Агам должен полностью работать, функционировать. Должны быть офисы открыты в разных странах, в разных городах. И люди должны свою прибыль на карточки выводить. Ну, что на самом деле с Банком Агам, думаю, вы и без меня знаете. Окей. Значит, делаем себе заметку. Это вранье. Едем дальше. Сегодня я хотел коротко представиться и рассказать о наших дальнейших планах. Ну, давай, рассказывай. Уважаемые партнеры, данный формат видеоконференции для меня нечто новое. А также некоторые новые технологии, которые используются в компании Global Gold Asset Management. Вы сейчас можете мне сказать, ай-яй-яй, у тебя тут ошибка. Прикол-то в том, что я написал именно то, что он сказал. Если вы знаете английский, прослушайте запись. Он сказал не Atlantic Global Asset Management, а Global Gold Asset Management. То есть для него это было новое название. И он именно так сказал. Ну, скажем так, ошибся, когда произносил название компании. Ну, бывает. Ладно, не будем придираться. Но уже тоже возьмем на заметочку. Человек собирается приобрести крутейшую компанию. Но еще толком даже не запомнил ее название. И, кстати, он здесь просит сразу прощения. Поэтому прошу простить за мою манеру подачи информации. Ну, ладно. Как владелец холдинга Asia Trade, я хотел бы рассказать о нашем холдинге. Ну, давай расскажи. Хотя, опять же, было бы неплохо, чтобы ты хотя бы озвучил ссылку на официальный сайт. И мы сами бы эту информацию изучили. Наш холдинг был создан для работы на финансовых рынках и в сфере криптовалют. В наше время финансовые рынки стремительно меняются. И по всему миру распространяются новые технологии. Все, кто видит это и хочет занять лидирующие позиции на рынке, должен действовать и действовать быстро. Финансовый холдинг Asia Trade, официальное название Asia Trade Group Limited, был создан с целью не упустить те возможности, которые открываются на многомиллиардном рынке. Я предполагаю, что вот эта часть текста была для господина Субхана написана заранее. Потому что здесь, ну, по крайней мере для меня, чувствуется та же рука, которая писала тексты для выступлений Гелоберта и господина Рабала. То есть смысл вот этих вот предложений, такие, знаете, общими фразами, бла-бла-бла. Вот вы знаете, сейчас мир так стремительно меняется, появляются новые финансовые возможности. И надо как можно быстрее действовать, чтобы не упустить эти возможности. И вот мы как раз этим и занимаемся и так далее. То есть смысл вот этих вот абзацев как раз в том, чтобы партнеры, слушая эту информацию, подумали, о, yes, классно. Мы в классной компании, смотри, какие у нас дальновидные руководители. Они смотрят прямо далеко вперед, в будущее. Они там тщательно отслеживают тенденции, следят за рынком и стремятся быть впереди планеты всей и так далее. То есть смысл вот этого показать, что мы передовые, мы передовая компания, мы стремимся быть впереди всех. Дальше. Финансовый холдинг Asia Trade включает в себя несколько различных компаний, которые разделены на группы. И каждая из них развивается в своем сегменте рынка. Опять же, если ты глава холдинга, если ты хочешь, так сказать, похвастаться вашими достижениями, ну так покажи, как называются компании, которые входят в холдинг, да, их официальные сайты. Тебе же нечего скрывать, да, ты же честный бизнесмен с большим опытом работы. В чем проблема? Но во время всей презентации мы, по сути, слышим только про Агам и про Asia Trade, про все остальные направления, которые якобы в его холдинге существуют, про них конкретного ничего не сказано. Ни сайтов, ни названий, ничего. Одни просто вот картиночки. Я и моя команда заинтересовались бизнес-моделью компании Atlantic Global Asset Management. Да, когда Atlantic Global Asset Management прекратил выплаты, очень им стало интересно, что же это у вас, ребята, там такое происходит. Напоминаю, кстати, выплаты, когда в Агам прекратились, давайте-ка вспомним. Сначала Германия, Польша, Казахстан, Украина, это в мае. В июне-июле было отключено 13 стран. С 1 августа компания ушла в отпуск, всю Европу отключили. Ну, вывод, точнее, во всем мире был отключен. Но после выхода из отпуска в конце августа, по-моему, в 21 августа, в других странах, кроме Европы, выплаты еще шли. Но праздник продолжался недолго. И как раз 7 ноября 2017 года было объявлено о продаже компании. Сейчас мы до этого еще дойдем. Ну, то есть, я что хочу сказать, что, по сути, за несколько месяцев до этого вебинара компания постоянно отключала вывод в разных странах. И, собственно, копился негатив, потому что очень много было материалов, разоблачающих в интернете о том, что это пирамида, о том, что пирамида накрылась и так далее. И, конечно, господина Супхана такая, в кавычках, успешная компания очень заинтересовала. Ну, ладно, допустим. В частности, нас заинтересовало финансирование стартапов в сфере технологии блокчейн. Да-да-да. Главное, умных слов побольше наградить. Стартапы, технология блокчейн. Бизнес-модель, по которой Агам взаимодействует с физическими и юридическими лицами, действительно уникальна и заслуживает восхищения. О, да. Если вспомнить, что компания уже на протяжении нескольких месяцев отключала целые страны, и тысячи инвесторов там без денег сидели, то это такая классная работа. И, кстати, сказать, если вы помните, господин Рабала еще в мае сказал, что мы будем там лицензии в разных странах получать, но, как мы знаем, ни одной лицензии в итоге так и не было получено. Такая шикарная работа, прямо заслуживает восхищения. Ну, я же говорю, что, скорее всего, этот текст для господина Супхана просто писали, а он, как товарищ Брежнев, читал по бумажке. Агам, полностью готова к работе. У компании есть цель, стратегия и потенциал. Ну, опять же, смотрите, то есть, вот сначала господин Супхан презентовал себя, что я вот такой успешный бизнесмен, у меня целый финансовый холдинг, который много лет работает, я там всю жизнь на руководящих должностях, и, ну, согласитесь, инвесторам и партнерам будет приятно такую характеристику услышать, что Агам полностью готова к работе. У компании есть цель, стратегия и потенциал. Ведь дальше будут озвучены новости не очень приятные, о том, что вывод, по сути, вывод приостанавливается на время юридической проверки. Да, и поэтому, чтобы эту горькую пилюлю немножко подсластить, да, вот такой комплимент компании, что не переживайте, у компании все хорошо, она полностью готова к работе, есть цель, стратегия, потенциал. Это действующий бизнес, которым нужно просто грамотно управлять и вести в нужном направлении. Какие приятные слова. Нет необходимости производить какие-то радикальные изменения, достаточно поддерживать то, что уже работает. Потому что, естественно, как только очередная конференция, партнеры все уже в напряге. Что на этот раз скажут? То ли вывод опять отрубят, то ли там кабинеты заблокируют и так далее, и так далее. Ну, за предыдущие... А, или в отпуск опять уйдут. За предыдущие месяцы инвесторы, ну, много новостей наслушались, да? Поэтому это немножко такое утешение. Да вы не переживайте, мы не будем особо ничего менять. В компании все хорошо. Как работает, пускай дальше так же и работает. Агам войдет в наш холдинг как отдельная компания. Мы очень заинтересованы в покупке этой компании. Опять же, как бальзам на душу, да? Инвесторы и партнеры послушают. Ой, такой уважаемый корейский бизнесмен захотел вот приобрести нашу компанию. Мы такая компания успешная, такая замечательная. Значит, у нас все хорошо. Но так же народ рассуждает. В данный момент мы начали процесс юридической проверки. Цель которой – получить полное представление о финансовом положении компании. Мы хотим получить детальное представление о деятельности компании, ее целях и планах. Мы считаем, что процесс юридической проверки займет 3-6 месяцев. На протяжении этого времени мы будем тщательно проверять компании. Будут назначены новые руководители и штат сотрудников будет расширен. Но, во-первых, насчет юридической проверки – это все понятно. То есть, если кто-то хочет приобрести компанию или юрлицо, естественно, он не хочет покупать кота в мешке. Он хочет иметь четкое представление, что это за бизнес, прибыльный ли это бизнес, убыточный ли и так далее. Это понятно. То есть, как бы с точки зрения логики здесь придраться не к чему. Смущает только достаточно большая разница от 3 до 6 месяцев. Ну ладно, допустим. Вот непонятен вот этот абзац. Будут назначены новые руководители и штат сотрудников будет расширен. Если имеется в виду после покупки, в дальнейшем, ну тогда да. А на время юридической проверки назначать новых руководителей и штат сотрудников расширять, как бы смысла нету. Потому что, пока компанию проверяют, этим занимаются юристы. Параллельно мы будем заниматься воплощением тех планов, которые уже были озвучены на предыдущих конференциях. Смотрите, опять же, вот этот абзац, его смысл в том, чтобы успокоить партнеров, потому что озвучены такие грандиозные планы там по покупке. Сейчас юридическая проверка полгода будет продолжаться. Естественно, партнеры опять начинают переживать. Ой, а что же дальше-то? А как же предыдущие там разные объявления? Банка ГАМ, получение лицензии в разных странах и так далее. И вот, чтобы таких партнеров успокоить, господин Субхан говорит, да вы, по сути, не переживайте, мы параллельно будем заниматься воплощением тех планов, которые были озвучены. Хотя, хотя, когда он это все произносит, еще окончательного решения о покупке нет. То есть, смысл юридической проверки это в чем? Чтобы от 3 до 6 месяцев компанию полностью проверить. И если они убедятся, что это действительно прибыльный бизнес, достойный для покупки, уже после этого будет принято решение. А тут, получается, еще окончательное решение не принято. А он говорит, параллельно будем там воплощать эти планы. Ну, короче, скорее всего, опять-таки, он озвучивает тот текст, который ему написали. Во время юридической проверки и подписания документов при продаже АГАМ работа компании временно приостанавливается. Окей. Регистрация новых партнеров, подписание новых договоров, ввод и вывод средств временно приостанавливается. Техническая поддержка и часть сотрудников будут отправлены в отпуск. То есть, там выше написали, что мы новых сотрудников там будем нанимать и расширять штат, а тут пишут, что будут отправлены в отпуск. Ну, насчет расширения сотрудников, если они имеют в виду уже после покупки компании, тогда понятно. Деятельность компании будет приостановлена до окончания юридической проверки. Это стандартная процедура при продаже компаний, поэтому я прошу новых клиентов и партнеров отнестись к этому с пониманием. После завершения сделки офис компании будет перенесен из Кабо Верде в Гонконг. Из этого головного офиса будет осуществляться руководство компании. В ближайшие месяцы я ознакомлюсь со всей информацией по компании и мы представим более детальный план по дальнейшей работе. Я хочу поблагодарить всех за возможность выступить сегодня. Большое спасибо и добро пожаловать в Холдинг Asia Trade. Итак, вот мы зачитали перевод выступления Субхана на русский язык. Что можно сказать? В своем выступлении господин Субхан озвучил, что более детальную информацию о себе об Asia Trade он даст на одной из следующих конференций. Три года спустя, в 2020 году мы с вами знаем, что это вранье. Никакой дополнительной конференции за эти три года так и не произошло. Раз. Дальше. Состоялась ли продажа? Никакой информации о том, что якобы продажа компании Agam холдингу Asia Trade за эти три года также не было предъявлено. По сути, как я уже озвучил, попробуйте даже найти официальный сайт компании Asia Trade и вряд ли вы найдете. То есть, мое мнение, что вся эта история с Asia Trade это выдумка, это фикция для отвода глаз. То есть, цель, вы спросите, а в чем цель вот этой конференции, вот этого выступления? Так, собственно, все предыдущие конференции, в том числе, их цель была в одном, чтобы создать у партнеров видимость, что все хорошо, что скоро все заработает, обязательно заработает, можно даже не переживать, надо просто подождать. Только, если раньше там, сроки сдвигались на несколько недель, помните, когда Рабала вначале отключили финансовые операции для Германии, Польши, Казахстана, Украины, сказали, вот, 25 мая Рабала выступил, и он сказал, там, до 12 июня финансовые операции приостанавливаются, а потом все заработает, как раньше. Ну, партнеры из Германии, Польши, Казахстана, Украины прекрасно знают, что вывод в этих странах не заработал никогда. Скоро, кстати, на дворе уже 2021 год будет, да, это уже три с половиной года. партнеры ждут у моря погоды, как говорится. Так вот, все эти конференции и вебинары, на них постоянно озвучивались какие-то грандиозные планы, у нас там банки будут, у нас карты будут, у нас продажа будет, нас крупный международный холдинг покупает и так далее, то есть много чего было рассказано, и что из этого конкретно было выполнено, ребята, вот, ну, я понимаю, что сейчас еще есть многие люди, которые верят, что нет компании жива, у нее есть новые китайские владельцы, которые там за кулисами, как Александр Кэсли бормочет, за кулисами чего-то там делают, но, ребят, опять же, честно, ответьте сами себе на вопрос, не мне ответьте, сами себе, то есть вы серьезно думаете, что если бы компания реально существовала, какие-то новые владельцы, то есть за три года она не дала бы как-то о себе знать, да, то есть я подчеркиваю, что последний вебинар официальный от компании состоялся три года назад, 7 ноября 2017 года, с тех пор никаких больше официальных вебинаров не было, не то, что вебинаров, ведь компания могла бы, например, время от времени выпускать хотя бы какой-то новостной текстовый релиз, можно же было сделать, ну да, там допустим, как Александр Кэсли говорит, что типа новые владельцы, они вот переживают за безопасность, они не хотят там раньше времени, так сказать, раскрываться, так пожалуйста, не раскрывайтесь, но опубликуйте какой-нибудь там официальный пресс-релиз, чтобы видно было, что он официальный, и так далее, но нету ничего, то есть за эти три года, которые прошли, новостей было множество, вы и без меня это знаете, я за эти три года полно видеороликов сделал, но эти новости все неофициальные, то от Диего Мартина, который там практически весь восемнадцатый год с пеной у рта доказывал, что все, август наш месяц, скоро, ребята, стартуем, и даже не сомневайтесь, я буду генеральным директором, и так далее, в восемнадцатом году ничего не произошло, и вот на сцене появляется Александр Кэсли, и вот он начинает вещать, что нет, ребята, все нормально, процесс идет, невыдимые китайские владельцы, которых в глаза никто никогда не видел, они там за кулисами работают усердно, так сказать, готовят новую компанию, сайт сделали на трех языках, но он невидимый же, компания вся такая секретная, владельцы есть, но они невидимые, сайт сделали, но он невидимый, приложение сделали, оно тоже невидимое, все невидимое, все это существует где-то там в голове у Александра Кэсли, это опять же почва для размышления тех, кто еще во что-то там верит, в какие-то выплаты и в новую компанию, короче, ребята, мораль простая, что все, что озвучивалось на этой конференции, все в итоге оказалось враньем, как всегда, то есть никакой продажи не состоялось, холдинг Asia Trade скорее всего фикция, может быть он на бумаге где-нибудь и существует, как юрлицо, но попробуйте найти хотя бы официальный сайт такого крутейшего холдинга, как господин Субхан говорит, у него там типа даже разные направления есть, ну и где эти направления, где названия, где официальные сайты и так далее, ну в общем, ребята, получается, что никакой официальной информации от якобы существующей компании за три года не было предоставлено ни разу, ни вебинаров, ни пресс-релизов, даже в печатном тексте ничего не было, ну а про вывод я вообще молчу, вывод не работает уже по сути с мая 2017 года, это три с половиной года получается, да, я понимаю, что многим хочется верить, что новая компания, как Александр Кэсли говорит, где-то там готовится и обязательно запустится и на вас золотым дождем и зальются ваши дивиденды и инвестиции и миллионы и так далее, ну и спросите себя, насколько реалистично верить, что компания, которая три с половиной года не платила, потом раз появилась вся в белом и начала массово платить, особенно если учитывать, что по сути, как сам Александр Кэсли говорит, у компании новые владельцы, там уже нет никаких европейцев, там китайцы, когда люди инвестировали в компанию Агам, компанией номинально руководил кто? Рабала, Андрей Андреевич Абакумов, Мухин тоже там за что-то отвечал и так далее. А сейчас Александр Кэсли открытым текстом говорит, европейцев там больше нет, там все китайцы. Ну вот и возникает логичный вопрос, а китайцам зачем платить по чужим долгам? Вы можете сказать, ну, если они не будут платить, мы такие, сейчас вот все инвесторы так возмутимся и сейчас как пойдем в суды. Ребята, три с половиной года прошло. Кто хотел идти в суд, те пошли, вон, пожалуйста, в Казахстане. Захотели идти в суд, пошли и написали заявление. Им не нужны там какие-то китайцы. То есть люди уже поняли, что их кинули и просто пошли и написали заявление. Вот и все, не дожидаясь никаких китайцев. Что остальным мешает сделать так же? Тут, как говорится, у каждого своя голова на плечах есть. Как вы знаете, в Советском Союзе 7 ноября отмечался день Октябрьской Социалистической Революции. Многие продолжают этот день отмечать до сих пор. А 7 ноября 17-го года это, по сути, был особенный день ровно 100 лет со дня Октябрьской Социалистической Революции 1917-го года. И еще тогда, в 17-м году, я сделал такой юмористический ролик, я взял кадры из видеофильма, посвященного революции, и наложил подписи под квестру. И сейчас вы этот отрывок увидите. За нами большинство народа, за нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире, за нами дело справедливости, наша победа обеспечена. Редактор субтитров КОНЕЦ Ну а сейчас можно подвести резюме. Когда в 2017 году руководство Квестера проводило свои конференции, то много раз озвучивались грандиозные планы, намерения. И вот прошло с тех пор 3 года, даже больше. И, как видим, за это время не было выполнено из этих озвученных планов ровным счетом ничего. То есть все эти планы оказались враньем, пустышкой. Ну, выводы, как говорится, делайте сами. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.